Всем привет! Змею я здесь, друзья мои. Поставить цветочки. Путешественница. Решили выпить кофейку. Но как у нас проходит праздник? На отношениях в семье нужно работать. До встречи. Всем привет, друзья мои. С вами я, Светлана Та. Готовлю Ашкому завтрак. Сейчас покажу, что я приготовлю. Я сама грызу яблоко. Но я уже давно позавтракала. И время прошло. Захотелось что-то фрукта. Сейчас накормлю его. И мы пойдем еще за остальными покупками. И будем уже срочно складывать чемоданы. И ехать. Нет, шутка. Будем срочно отправлять посылку. Потому что в Атуме похолодало. И детям нужны вещи. А я что-то расслабилась в последнее время. С этим коронавирусом. Вчера засела дома. Также занималась своими обычными делами. А это дело надо быстро все решить и отправить. Смотрите, что готовлю завтрак. Красивую картошечку жарю. Вот такие завтраки у львовков. Вся маслица 4-4. Я ее помыла в воде. А потом уже высушила полотенцем. И отправила сюда. Что у нас завтрак у Ашкема? Картошка. Маслиный сырок. Такой плавленый сыр. Помидорчики. Мед. Вишневое варенье. Ой, все запотело от горячего. Пошла кормить моего мужа. Друзья мои, я точно постарела. Потому что я не помню, куда что ложу. Я потеряла свои наушники. Вот такая я Маша-разделяша. Чем я вчера занималась? Опять цветами. Помыла этот цветок. Что я сделала? Выбросила все растения ненужные. Потому что, что здесь творилось? Сборник инфекции. Столько тли было в этом горшке. Что у меня зеленая была какая-то трава. А здесь была мамардика. Я забрызгала. Все выбросила. Смотрите, ни одной тли нет. Приготовила горшочки. Привела в порядок. Все побрызгала лекарством. Сделала дезинфекцию. Вот так вот красиво сделала. Этот подрезала. Потому что от тли они начали портиться. Ну вот, теперь думаю. Может авокадо потом посажу сюда. Ну, аж помог мне горшком этот помыть балкон. Стол я так поставила. И так удобно вот сижу. И как раз всех вижу. Кофе выпила сегодня с утра. Боже, какое удовольствие. Так тепло у нас вообще. Такой вид красивый. Конечно, вид лучше с того балкона. Ну и здесь тоже нормально. В общем, занималась, друзья, делами своими. Так, а вот дикий дракон посадила сюда. Прямо так взяла салфетку. Посадила это, оторвала. Там что-то сделаю. Смотрите, хочу пожаловаться вам. Я поставила это на... Вот туда. Птички поели. С этой стороны. А с этой что-то, что-то. Проросло. И это, мне кажется, что-то с него будет. Чья-чья. Но я терпеливый человек. Так что будем ждать. Ну, а сюда посажу что-нибудь. Ну, так красиво у меня. Может, открыть надо. В общем, занималась делами. Перенесла сюда. Унашка завтракает. Уборкой занималась, как всегда. Как всегда. О чем хотела с вами поговорить. Ну, а о том, что родители уехали, вы уже в курсе. Переехали что-то там. Они после этой помолки немножко заловкой там что-то. Поспорили, обиделись. И еще вторая самая главная причина это большая заболеваемость в их районе. Очень много случаев. Они бегом-бегом мы им собрали сумки. Я на трансляции рассказывала. Узлем и мы запасли их продуктами и отправили их внегде. Сейчас они сказали, что и там, в этой деревне тоже у них в Кызылджа есть заболевшие. Ну, вот это им хорошо. Они уже затопили печку. Там тепло. Днем тепло, а ночью холодно. Ну, ничего. Печка есть, дрова есть у Баба Джима. Так что они там вдвоем. Я говорю, вот хорошо, что когда люди с парой могут везде поехать и вдвоем им не будет скучно. Конечно, будет жаль. Может, мы как-нибудь поедем туда. Может быть. Сейчас уже все боишься загадывать и мечтать о чем-то. А второй вопрос и такая тема. Я вчера увидела блогершу. Птички прилетают, едят мои растения. Увидела блогершу из Мирсина. Викторию, вы, наверное, знаете о ней. Я была в шоке. У меня сна не было после этого. после ее видео. Друзья мои, Виктория упала с лестницы. И у нее открытый перелом. Смотри, какая птичка. Ты смотри, куда залетела. И у Виктории открытый перелом. Она когда рассказывала, что у нее кость прямо вылезла, на пятку ступня стояла, а она сама лежала. Это какой-то ужас. Меня все затрясло. Я вспомнила свое падение и думаю, Боже ты мой, Боженька, спасибо тебе, что я ничего не поломала, а делалась ушибом. Друзья мои, благодаря тем ящикам, которых я, может, поцарапалась, но они меня спасли. Она тоже упала одной ногой. И я падала одной ногой. Вот этой ногой падала, а это левой стороной. поэтому она у меня пострадала. Каким-то чудом я не переломала себе ногу. Я представляю сейчас у нее аппарат Ализарова. Все это железки. Представляю ее боль. Еще ее вторая операция ожидает. И еще период реабилитации это какой-то ужас. Это ужас. Я тут ушибом отделалась. И у меня, наверное, до сих пор я сейчас еще не могу на каблуках ходить. Мне нужно только на танкетке. Я чувствую, мне тяжело. И ногу, например, сустав не могу. Может, у меня и был там какой-то трещина, может быть. И сустав я тоже не могу вот так вот выпить, гибать, как я раньше, как балерина была. Но сейчас время прошло уже полгода. Вика, я ей пожелала всего самого хорошего и скорейшего выздоровления, потому что это очень страшное стресс, травма. И, конечно, в таких случаях мы всегда ценим тех, кто рядом с нами. Я, например, очень благодарна своему мужу, что он был моим всем в данный момент, в тот момент. Я это рассказывала в своих видео со слезами на глазах. Все, ищите своих половинок, потому что не дай Бог в таких ситуациях было кому за вами ухаживать, моя хорошая. Ну все, не будем о грустном. И так я вчера не могла до пяти уснуть, крутилась, вспоминала, прямо вот так вот я смотрела ее. Я вспомнила тот ужас, она еще так рассказывала тот ужас, как будто я сама вновь упала. Эту боль нестерпимую, вообще она молодец, Вика, еще улыбается. Викачка, дай Бог, если ты смотришь меня вообще когда-нибудь и смотришь, дай Бог тебе крепкого здоровья и держись, дорогая моя. Идем с Ашкемом за покупками и все. Собрались, погода изменилась, бегом и завтра отправим посылку. Мама мне мозги вставила. Говорит, у нас холодно, а ты ходишь, гуляешь, никак не отправишь. Какая ситуация на улицах Мерсина? Кругом контроль полиции, все контролируют масочный режим. Людей от этого не уменьшилось, очень много людей. Мы вот ходили за покупками, сейчас возвращаемся, осталось халатик купить и все. Видите, везде, со всех сторон полиция. Так что порядок блестят, как говорится. Осталось мало покупочек к нам и идем домой. Я покажу, что Ашкем принес с магазина, а именно какими средствами я пользуюсь для мытья посуды, а также для стирки. Ну вот для черного белья, так как у меня уже вещи не дешевые, решила я вот заказать ему, чтобы он принес вот такой вот жидкий порошок. Ну, Ариэль, естественно, тут сколько, 4 килограмма мы пользуемся Ариэлем для цветного белья, но также для белого. Тоже очень хорошее, самый лучший порошок Ариэль. Это средство для мытья рук, антибактериальное, ну и в гигиенических целях я всегда им пользуюсь. А это вот таблетки для посудомоечной машины. У них сколько, 50 штук, очень я довольна. и чек на какую сумму 118. То есть Активит 650 миллилитров. Это стоит 14,95. Вот это жидкий порошок 22,90. Ариэль стоит 36,95. 4 килограмма. Ну, пакеты, естественно, 25 копеек. И ферри 51,90. И еще Ашкин принес кофе. У нас же есть вот такая машинка, но мы ей не пользуемся, потому что нужно специальное кофе. Во-первых, еле научились, и вот что он принес, я не знаю. Один пакет, второй пакет. Ашкин, цены бонерги твердын. Четыре пакета. Я не знаю, что это за кофе. Цены не написаны. Прошу. Он сказал, почему они разные. Тут номер, он взял, какое вам понравится, вот они нам потом и продолжим покупать. Так что вот, разобрались. 30 лир стоит. Будет от узлира. Да, или мы? Да, мамашка. Ты шекюри дарил. Ну что, приступаем к посылке. Вот такое вот мы отправляем деткам. Но я не знаю, как им понравится или нет. такая гладильная доска мы как-то взяли раньше. Ну, а что оно будет лежать? Пускай детки играются. Вот тяжелко там. Сейчас главное все это упаковать сюда. Посмотрите, что сегодня я купила маме такое вот через горло. Выбежит так магазинчик. Не знаю, понравится, нет. Моей маме очень трудно угодить вот шапочки тут. И что взяли сегодня? А, взяла всем по две штучки. Взяла мальчику 7,50. Они стоят штучка 7,50 на 5 лет моему внучечку. Пускай будет побольше. Ну, вот в этой Маре взяла вот они почем здесь эти по 5 лир. Почти 5 лир. Вот такие набрала. Ну, и маленькая здесь посмотрит распределяться. В общем, отдаю моей дочери свои платья, которые я уже не ношу. Красивое платье. Ну, не хочу. Два года поносила. Три брюки даю. Ну, они на меня маловатые. И другие брюки, и вот эти накидки даю. Короче, пускай дочь она носит. И это она мне когда-то хотела эту накидку. Мне уже надоело. Масочки взяла. Вайкики вот такие масочки. Так, вот это вот я взяла тоже дочь. Она наверное такие не будет одевать. Вот, наконец-то выбрали халат. Очень трудно нашли. С трудом игрушку для моей внучечки. И носки там я что себе и дочи. И вот еще такие взяла. турецких вкуснятин. С лакомом и кофе со сливками. Вот это все я сейчас буду укладывать. Я не знаю поместится ли она у меня в эту коробку. Но как-то надо попытаться. Хотя вряд ли. Нет, не поместится. Посмотрим давайте, что у меня сегодня на ужин. Вот наш ужин. Скажете, да, сколько чего? У меня своя еда. У Ашкема своя еда. вот наша еда. Вот так вот кушают в Турции. Приятного нам аппетита. Ашкем Афетолсу Ашкетом. Ашкем и кушать хочет. Ачектын ешком е. Закончила я прямой эфир. Передаем Ашкемам привет. Привет. Друзья мои, и вот собрали посылку. Я собрала, конечно. Маленькая не поместимая. Так что вот так вот моя посылочка готова. Слава Богу, следующее дело сделала. Следующее посмотрим по плану. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.